Очень рад быть в вашей церкви. 11 июня в прошлом году мы здесь были вместе на общении, очень рад еще раз быть. У нас прошла здесь хорошая молодежная конференция. Наверное, кто-то из вас смотрел, слушал по прямой трансляции. Вчера, позавчера здесь было собрано около 1300 человек молодежи, и ваша церковь предоставила нам свое прекрасное помещение. Я сегодня здесь себя чувствую, в общем-то, как дома. Как-то так вот привычно, все, балкон. Много покаяния было. Мы предоставили нашей молодежи размышления на такую тему, которая называется так – «Только Писание». Один из важнейших тезисов реформации 16 века – «Только Христос», «Только Благодать», «Только Писание». Вот Библия перед вами. «Только Писание богодухновенно», «Только Писание истинно». «Только Писание» является путем к спасению. В проповеди «Только Писание». И жить мы должны только по Писанию. Слава нашему Господу». Я хотел бы предложить размышления о некоторых на послании апостола Павла Кефесской церкви. Надеюсь, у вас есть Библии, у вас только Писание сейчас в руках. Друзья, послание апостола Павла Кефесской церкви для меня является очень ценным. Обычно для тех, вот в частной беседе с молодежью, когда приходят люди побеседовать, особенно для тех, кто часто регулярно испытывает неуверенность в спасении, такое есть. Члены церкви могут годами посещать дом молитвы, участвовать в вечере Господней. Но по тем или иным причинам есть сомнения. Постоянно приходит мысль, я спасен или нет. Я обычно советую изучить послание Эфесской церкви, особенно первые три главы. И детям своим советую. У нас 10 детей. Я говорю, детки, учите Библию, особенно наизусть. Мальчики и девочки, надо Библию знать. В этом послании есть тексты, которые очень сильно вдохновляют на путь Божий, на спасение наше, на благодать Божию. Друзья, я хотел бы сделать небольшой обзор этого послания. Буду говорить больше тезисно, так вот, в общем-то, надеясь на то, что вы включаетесь в размышления. Это послание, оно является уникальным. Кто-то назвал его так. Послание апостола Павла Кефесской церкви – это венец всех произведений Павла. Давайте немножко расскажем об этом городе. Город Кефес был приморским городом Малой Азии. На то время славился как город-центр торговли, искусства и учености. Был известен как крупный город язычества, потому что в этом городе находился знаменитый на то время храм Артемиды, храм Дианы. И сам город был посвящен полностью этой богине. В этом городе было много памятников, статуй различных. И в этом городе жило очень много иудеев, которые имели личную синагогу. Кстати, в Римской империи евреев было немало. Они были сосредоточены по всей территории империи, потому что они торговали хлебом, поэтому почти в каждом городе была синагога. И вот в 54-м году, возвращаясь в Иерусалим с второго путешествия, апостол Павел решил быстро заглянуть в этот город. Он не намеревался там долго быть. Он спешил в Иерусалим на праздник. Он был не один, вместе с ним была семейная пара. Это Акила и Прискила. И в одну из суббот Павел, скажем так, проездом посетил синагогу. По всей видимости, ему дали кафедру. Кстати, они учились сидя, не стоя. Павел проповедовал хорошо, как я полагаю. И местные попросили Павла остаться у них. Павел говорит, нет, я не могу, я спешу в Иерусалим. Оставляю вам Акилу и Прискилу. Я к вам вроде бы как бы вернусь. Вскоре там появляется Аполлос, человек, который был сведущ в Писании, красноречивый. То есть он был оратором, у него риторика была хорошая. Он был иудеем, а сам родом из Александрии, из Египта. Библия говорит о том, что он был сведущ в учении Яна Крестителя. А вот с благодатью, с христианским учением он был знаком мало. И Акила и Прискила, будучи семейной парой, христианами наставили его. И тогда Аполлос отправляется в город Каринф. Проходит два года, и вот апостол Павел во время третьего миссионерского путешествия решил приехать в Ефес и как бы несколько там задержаться с проповедью Евангелия. Там он находится три месяца проповедуя в синагоге. Местные евреи не приняли проповедь Павла. И тогда Павел решил отправиться в училище некоего тирана. Тиран. Имя вроде бы не совсем такое хорошее. Но это был грек, который преподавал урок философии. Мне что очень нравится, что апостол Павел не стеснялся проповедовать о Христе даже в светских заведениях. Два года он проповедовал в училище. В Библии написано, что все жители Асии слышали Слово Божие. Господь послал величайшее пробуждение. Люди исповедовали в своих грехах. На центральной площади Ефеса эти язычники собрали огромную кучу литературы. Большой пожар был, похоже, такой вот костер. Я даже как-то подсчитал, что в эквиваленте на сегодняшний день они сожгли книги примерно на 10 миллионов долларов. Согласно сегодняшнего курса. То есть было величайшее пробуждение. Люди обращались к Господу. Что, друзья, меня вдохновляет в апостоле Павле, что он верил в силу Евангелия. Я даже вот молодежи говорю, что если бы Павел жил в Америке, у нас сегодня были бы крупные хорошие церкви в Лас-Вегасе, Сан-Франциско и не только. Павел верил в силу Евангелия. Он приходил в такие города, где было идолопоклонство, и там проповедовал Слово Божие. Итак, в городе Эфесия создалась церковь, по всей видимости, крепкая по духу. Проходит 10 лет. 10 лет. В 62 году нашей эры Павел находится в заключении времени. Он был арестован. И он написал из тюрьмы послание эфесской церкви. Кстати, друзья, когда вы читаете послание эфесянам, всегда имейте в виду, что он пишет его из тюрьмы. И Павел называет себя узником Христа дважды в этом письме. Павел не считал себя узником римского режима или римской империи. Он считал себя узником Иисуса Христа. В истории церкви в Советском Союзе, как я полагаю, наши братья, когда шли в тюрьмы и в лагеря, они не считали себя узниками советского режима, а узниками Христа за проповедь Евангелия. Как так получилось, что Павел написал послание к эфесской церкви? Дело в том, что его посетил Тихик, один из наших братьев, который был пресвитером колоссской церкви. Там же в колоссах жил богатый человек по имени Филимон, у которого были рабы. Вот Тихик посещает апостола Павла, и Павел воспользовался возможностью написать послание к колоссской церкви, передать его с Тихиком, тут же пишет послание к эфесианам и послание к Филимону. Итак, послание к колоссианам, эфесианам и Филимону было написано одновременно в 1962 году из тюрьмы. Она называется Мамертинская тюрьма. Кстати, если вы будете в Риме, советую посетить. Считается, что Мамертинская тюрьма в Римской империи считалась самой жестокой тюрьмой. Там содержались в глубине под землей опасные рецидивисты и преступники. Поэтому можно полагать, что Павел был причтен к злодеям. Вот так Павел совершал служение, не стыдился Евангелия. Значит, братья и сестры, послание к эфесианам имеет шесть глав. В общем-то, небольшое послание, я знаю людей, которые выучили его наизусть. Шесть глав, сто пятьдесят пять стихов. Это послание делится на две части. Впрочем, практически все послания Павла, они имеют две главные составляющие. Первые три главы говорят о нашей догматике, о нашем вероучении, о нашем пребывании во Христе. Кто мы во Христе? Следующие три главы говорят о нашем практическом хождении согласно нашего статуса. Вот для меня очень важно, чтобы мы проповедовали балансированное Евангелие, чтобы мы понимали Евангелие в целом. Да есть два важных фактора, взаимосвязанных между собою. Наша христианская жизнь, она, во-первых, основана на Христе, на Его благодати, на прощении грехов. Это то, кто мы во Христе. Но когда мы с вами получили эту благодать через рождение свыше, наш образ жизни должен соответствовать нашему положению. Эти две истины, скажем условно, или два фактора, они неразрывно связаны между собою. Мое богословие, моя теология, моя догматика, она должна иметь практическое применение. Дорогие друзья, это очень важно истинно, потому что религия, религия, это когда человек живет правильно, без основания, без Христа. Вот апостол Павел призывает верующих жить благочестиво во Христе. Есть благочестие вне Христа, это религия. Когда человек одевается, слушает музыку, ведет себя хорошо, только потому что надо это делать без основания, без благодати. Кстати, вот хасиды, вы знаете, евреи, у которых даже пиджак по-другому застегивают. Слово хасид – это благочестие, это люди очень благочестивые. Но, как я полагаю, их благочестие не основано на Христе. Это сухая религия. Дорогие друзья, поэтому наше положение во Христе, наш статус, он должен иметь свое отображение в практической жизни. Кто-то метко подметил – человек спасается одной верою, но эта вера не должна остаться одна. То есть, братья и сестры, здесь в этом послании апостол Павел конкретно ведет две главные мысли. Первые три главы – наш статус во Христе. И третья глава заканчивается словом «Аминь, истина, так». И четвертая глава начинается «Итак, умоляю вас поступать». Это ваш образ жизни, достойно этого звания. Дорогие, первая глава посланника Фессиана нам открывает следующую тайну. Это тайна нашего пребывания во Христе. Мне нравится эта глава, знаете, тем, что в этой главе находятся самых два длинных предложения Нового Завета. Я люблю математику, подсчитываю иногда. И у меня создается такое впечатление, что когда Павел взялся за перо и через запятую перечисляет те духовные благословения, которые мы имеем во Христе, он не мог долго поставить точку. Во Христе мы имеем прощение грехов. Во Христе мы усыновлены. Во Христе мы запечатлены Святым Духом. Во Христе мы святы. И Павел пишет через запятую, запятую, запятую. Он не может остановиться. Он видит эту благодать Божию. Он радуется. В этом предложении 588 букв. Это длинное предложение. Затем, как я полагаю, Павел, наверное, кружку воды выпил, и пишет дальше опять. И потом пишет еще одно длинное предложение. 657 букв. То есть, друзья, я полагаю, что Павел так восхищался благодатью Божией, что он долго не мог поставить точку. О, бездна богатства и премудрости Божией. Дорогие, в чем наше преимущество, наше привилегия, наша праведность? Она находится во Христе. Христос умер за меня. Я верою принял Его благодать. И теперь я христианин. И мое богатство во Христе. Во Христе. Итак, дорогие друзья, первая глава нам открывает тайну воли Бога. Это соединить небесное и земное. И показать нам, что наше богатство находится во Христе. Богатство благодати Божией. Эта фраза встречается пять раз в этом послании. Богатство благодати. Почему Павел так много делал акцент на богатство благодати? Потому что храм Артемиды, храм Дианы, считался сокровищницей всей Асии. Там было очень много золота. И Павел ориентировался на знания эфисиан, что не понимали, о чем идет речь. И говорит о богатстве благодати Божией. Дорогие братья и сестры, наше спасение – оно по благодати. Первая глава нам говорит о тайне воли Бога. Соединить небесное и земное. Христос пришел на землю, чтобы сделать нас богатыми во Христе. Вторая глава нам говорит о тайне примирения. Что и евреи, и язычники, они обретают спасение во Христе. Во Христе. Дорогие друзья, написано в Библию – благодатью вы спасены. И сие нет от вас Божий дар, чтобы никто не хвалился. Мы с нашей молодежью, с нашей церкви около 10 дней здесь по вашему побережью ездили. В Нью-Йорке, в Вашингтоне попали в католическую церковь на службу. Конечно, друзья, удивляющиеся, как люди могут поклоняться Богу вне Христа. Павел говорит, что наше богатство во Христе. Во Христе. Тайна примирения. Тайна воли Божьей. И человек ничего не может сделать для своего спасения. Вы знаете, мы ездили в метро, и я говорю молодежи. Друзья, как вы думаете, благодати Божьей хватит спасти всех этих людей? Конечно же, хватит. Если человек верою примет эту благодать. И этой благодати достаточно для каждого человека. Ибо в Евангелии есть сила Божия ко спасению всякого человека. Благодатью вы спасены через веру. Никакие индульгенции, ни крещения, ни конфирмация, ни членство в церкви, даже ни посещение собраний. Святое причастие, исполнение десять заповедей, друзья, не является фундаментом нашего спасения. Наш фундамент – это Христос. И то, что мы с вами ходим в церковь, на служение, поем в хоре, это уже результат нашего спасения. То есть это путь нашего освящения, а наше оправдание во Христе. Третья глава нам говорит о тайне богатства во Христе. Тайна богатства во Христе. Давайте я прочитаю третья глава, 14 стих. Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа. Да даст вам Бог по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Веру и вселиться Христу в сердца ваши. По всей видимости, это является молитвой апостола Павла. Павел молится за эфесиан. Да даст вам Бог по богатству славы своей крепко утвердиться духом. Вы, братья и сестры, чувствуете вот эти две буквы? По богатству. Не из богатства, а по богатству. Да даст вам Бог по богатству. Это примерно так. Вот у меня 100 долларов, и я могу вам дать 5 долларов из 100 долларов. А по богатству это дать в полноте. В полноте. Мы с вами можем быть богатыми в Боге, так как он богат. Мне всегда удивляла одна история, которая произошла очень давно, лет 100 тому назад в Финляндии. Я читал эту историю, я всегда ее рассказывал, но для меня очень важная такая детская история. Жила одна девочка по имени Херта. Она была сиротка, жила в сиротском доме. И когда приближалось Рождество, она решила Господу Богу написать письмо. Я маленькая девочка, я живу в сиротском доме. У меня нет ни папы, ни мамы, как в той песне, даже младшей сестры, наверное, да? И я прошу тебя, дай мне на Рождество 50 рублей. 100 рублей дай. И вот взял, написал письмо, запаковал его в конверт и в почтовый ящик. Вы представляете себе недоумение почтальона, когда он увидел конверт, на котором написано «Господу Богу лично в руки». А он подумал, как же найти Господа Бога? И подумал, что это, наверное, президент. Вы представляете, что испытывал президент, когда он почувствовал себя Господом Богом, хоть на момент, да, и лично в руки взял это письмо. Он прочитал его, ему стало очень жалко эту девочку, но подумал, эта девочка просит слишком многого. Она дерзкая девчонка, ей нужно аж 100 рублей. И он решил от себя дать ей только 50 рублей. Она ее получает, эта девочка Херта, и она была недовольна. И она пишет Господу Богу следующее письмо. «В следующий раз высылай меня напрямую, потому что президент украл половину». Вот примерно так. Вот, братья и сестры, эта история говорит о том, что мы с вами имеем богатство по благодати Божией. И меня всегда эта мысль восхищает, мотивирует на жизнь, на служение. Дорогие друзья, может быть, у нас в зале есть люди, которые хиленькую духовную жизнь ведут. К сожалению, такое бывает. Вот, работая с молодежью, я иногда удивляюсь. Человек принял крещение, уже 10 лет ходит в церковь, а жизнь духовная еле, еле, еле. Нет желания ходить в церковь. Библию нет желания читать, молиться, увлечения миром, карьерой. Что происходит с человеком? Он не пользуется благодатью Божией. Дорогие, именно благодать Божия, по благодати Божией мы с вами можем жить. Можем жить. Тайна богатства во Христе. Четвертая глава послания к эфесянам нам говорит о тайне единства тела. О том, что в церкви Христовой Бог поставил служителей для созидания тела Христова. Доколе не придем в единство веры. И каждый из нас, член тела, он должен работать на созидание общего организма. Моя правая рука работает не для себя, а на мое все тело. Мой левый глаз работает на все тело, чтобы я вил, куда мои ноги идут. Так вот, братья и сестры, тайна церкви, тайна единства, что мы вместе служим на одно тело. То есть мы работаем вместе, как церковь, пастора, декана. Кто-то работает на проковке, кто-то в хоре поет, кто-то занимается благотворительностью. Мы, получившие благодать по вере, теперь используем духовные дары для славы Божьей. Скажите, дорогие, а вы все знаете свой дар духовный? А вот скажите сами, вот вы члены церкви, а вы знаете, что Господь желает от вас? Ведь мы, как члены тела Христова, должны знать свое предназначение. Получившись спасение по благодати, я должен использовать эти дары духовные, данные мне Богом, для созидания тела Христова. Кстати, дорогие, бывает так, что члены церкви завидуют другим по поводу их даров. Есть такое. Я даже деткам как-то говорил так наглядно, на уроке библейском. Как вы думаете, сердце может завидовать ногам? Ночью, конечно. Сердце всю ночь качает кровь, а ноги отдыхают. Но когда наступит утро, ноги будут завидовать глазам, потому что эти плиночку не имеют, а ноги постоянно грязные. Так вот, друзья, каждый член тела выполняет свою функцию. Завидовать друг другу не надо, надо выполнять свою обязанность. Церковь, как тело Христова, замещает на земле Спасителя, который вернулся в небо. Он пришел, чтобы не Ему служили, а чтобы послужить. Тайна единства тела. Пятая глава нам открывает тайну взаимоотношений Христа и Церкви. Каждое хорошо организованное общество, оно покоится на двух столбах, на власти и повиновении. Христос – глава Церкви, глава тела Церкви. Мы, как Церковь, повинуемся Христу, а Христос любит Церковь свою. Этот принцип лежит даже в основе божественных взаимоотношений. Христу – глава Бог. Это же относится и к семье. У нее должен быть порядок. Главенство в семье принадлежит мужу, мужу – глава Христос. Жене – глава муж, жена повинуется мужу своему. Кстати, дорогие, очень интересно, почему Павел именно Ефесской Церкви пишет, что жены должны повиноваться мужьям, потому что в Ефесе был распространен феминизм в большей степени, чем в других городах. Почему все храмы города Ефеса были названы женскими именами. И Павел знал, что обращенные в христианство женщины, они органически не будут переваривать, скажем так, вот этот порядок. Мужу говорит так, мужу – глава Христос, а жене – глава муж. Вы знаете, меня на самом деле это сильно заинтересовало однажды, когда мы проводим добрачное консультирование с молодыми семьями. И я обратил внимание, что Библия не призывает так четко женщину любить мужа. Вот жены, любите своих мужей. Есть в послании к Титу, что старейцы должны учить молодых любить мужей. И у меня всегда был вопрос, почему Библия не говорит конкретно «жены, любите мужей». Сестры, вы же хотите любить мужей? А почему написано «жены, повинуйтесь»? В общем-то, я ответ нашел, могу даже рассказать. Мне довелось быть в Греции, в греческой церкви, там с людьми, читавших по-гречески, которые знают греческий язык. Что за слово использует Павел, когда говорит «жены, повинуйтесь своим мужьям»? Оказалась очень интересная картина. Полный порядок, божественный порядок. Давайте представим себе, что левая рука – это показывает мужа, а это жену. Получается так, мужья, любите своих жен. Павел использует греческое слово «агапе», жертвенная любовь, как Христос любит церковь, и за нее пошел на крест. Дорогие братья, мы мужья, мы должны любить жен, жену свою, так, как Христос любит церковь. Это потрясающе. Но в благодати Божией это все возможно. Мужья, любите своих жен. Жены, повинуйтесь, глагол «повинуйтесь» по-гречески означает «филантроз», что означает повиновение, как любовь, в ответ на любовь мужа. То есть, вот это слово «повинуйтесь» тоже оказывается слово «любовь», но только как ответ на любовь. Потому что инициатива любви пришла от Бога. Он возлюбил нас, когда мы были грешниками. «Брат полюбил сестру». Она отвечает взаимностью, любит его в повиновении. Братья и сестры, и вот этот порядок апостол Павел утверждает здесь. Поэтому, дорогие братья, мужчины, у нас есть жены, у нас есть жена. И все-таки, как я полагаю, согласно пятой главы, благополучие христианской семьи в первую очередь инициируется мужем. И поэтому унесет ответственность. Мне это не сильно нравится, потому что это возлагает ответственность. Говорю, как есть. Но признаю это согласно Библии. Поэтому, братья, у нас серьезная задача любить свою жену так, как Христос любит церковь. Он сначала ее полюбил, сделал ей предложение, она ответила взаимностью, и теперь, сестры, повинуйтесь мужьям. Это ваша ответная любовь на любовь мужа. Дорогие друзья, этот порядок установил Бог. И Павел в послании к христианам в пятой главе конкретно об этом заявляет. Друзья, мне не все понятно. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и Церкви, но в целом идея Библии, Священного Писания, она для нас должна быть понятна. И заключительная глава, это шестая, Павел говорит о тайне Евангелия. Павел говорит такие слова, я совершаю посольство в вузах, послы, они представляют интересы государства своего. Павел даже в тюрьме представлял интересы Царства Божьего и говорит, молитесь о мне, дабы мне дано было слово устами, открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, тайну Евангелия. Друзья, причина тюремного заключения Павла это проповедь Евангелия. И Павел говорит о себе, что даже в тюрьме здесь я проповедую Слово Божие и я представляю интересы Царства Небесного. Дорогие друзья, изучая жизнь и служение Павла, я очень вдохновлен, признаюсь, как этот человек знал Бога, Христа, как он восхищался благодатью Божией и как он совершал свое апостольство, как он трудился. Мы как-то с братьями изучали немножко три миссионерских путешествия Павла. И, в общем-то, что у нас получилось, согласно Стэнфордский университет у нас в Калифорнии, он имеет специальную программу, которая разработана для того, чтобы многие вещи узнать из древности. И получилась такая картина. Первое путешествие Павла было длиной 1581 миля. И он прошел это путешествие за 53 дня. Если вам интересно, все-таки возьмите Деяния апостолов, проследите маршрут Павла, и вы увидите, как Павел за 53 дня успел многое сделать для Царства Божьего. Второе путешествие Павла было в два раза длиннее 3050 миль, и он сделал его примерно за 100 дней. Третье путешествие Павла было 3581 миля, и он прошел его за 92 дня. То есть, чем старше Павел становился, и, кажется, здоровье у него было слабее, тем он активнее трудился для Царства Божия. И он потом напишет в послании к Тимофею, а теперь готовится венец жизни, который даст мне Господь. Течение совершил, веру сохранил. Дорогие друзья, Павел не только течение совершил, он при этом и веру сохранил. Можно течение сохранить, при этом веру потерять. Можно веру иметь, ничего не для его, кажется, для Бога. Он сделал и то, и то. Итак, дорогие, апостол Павел в послании к Римлянам напишет, «Я не стыжусь благовествования Христова. Оно есть сила Божия ко спасению всякого человека, всякого верующего. Да благословит Господь вашу церковь, оставляю такое пожелание. Восхищайтесь Христом, словом Его. Только Писание, только Евангелие, оно вдохновляет нас на жизнь, на служение. Дорогие, наша главная цель, мы так и детей учим, все-таки на земле жить не для себя, ни карьеры, ни образца, это все нужно, дом, работа, главное, это Христос, Его благодать, наш труд во славу Божию, и чтобы наш образ жизни, наша практическая жизнь, она соответствовала тому званию, которое мы имеем. Возлюблены, мы теперь дети Божии. Да будет имя Его благословенно. Аминь. Аминь. Аминь.